Всем привет подписчики и зрители канала! Сегодня поговорим о электронике. Я сделаю обзор на клавиатуру и мышку от производителя Defender. Я постараюсь сделать первый ролик, наверное, за последние два месяца, который соответствует названию моего канала. Наконец-то появилось на что-то связанное с электроникой. Расскажу о преимуществах и недостатках, о цене, стоит или не стоит покупать. Ну и, конечно же, сделаю какие-нибудь выводы, о которых вы можете написать свое мнение, конечно же, в комментариях. Для тех, у кого сразу появился или возник вопрос, почему я сижу на беговой дорожке, можете поставить ролик, который вышел перед тем роликом, который вы сейчас смотрите. Я думаю, там все вопросы отпадут. И если вам понравилась та тема, можете также продвигать ее в комментариях под тем роликом. Ну да ладно, я не буду слишком долго затягивать вступление. Начнем рассказ о товарах. Я оделся по-спортивному, хотел записывать в режиме гопника, либо в режиме спортсмена, то есть либо тупить, либо материться, но ни одно, ни другое мне не понравилось, поэтому записываем стандартно. Сначала клавиатура, то есть клавиатура выглядит следующим образом, а именно коробка от клавиатуры. Название у нее Doom Keeper, я уж не знаю, почему именно такое название придумал производитель, но к Doom она отношения на самом деле никакого не имеет, за одним исключением. Почерк, вообще в целом слово Doom, он как раз из игрушки одноименной, которая называется Doom. На этом, в принципе, все сквозки заканчиваются. Я уже ее открывал, поэтому не буду лукавить и, скажем так, делать вид, что я открываю ее первый раз при воздании. Конечно, мне наплевать на всех, кроме себя. В комплекте идут вот такие клавиши. В общем-то, в чем фишка этих клавиш? Они типа призваны заменить стандартные, которые мы сразу видим в клавиатуре, но сразу могу сказать, что заменить у меня их не получилось по одному простому осечению обстоятельств, скажем так. И там в комплекте есть так называемые запасные клавиши. Но, в принципе, это и хорошо, на самом деле, что производитель их положил. Они серого цвета, выделяются на общем фоне. Это клавиши в ASD и стрелке. Да, это, казалось бы, удобно, но типа нашей клавиатуры мембранная. Фишка мембранных клавиатур, ну или, скажем так, особенно, из-за того, что клавиши мы обычно не можем достать и, соответственно, не можем почистить, в отличие от механики. Клавиатура, кстати говоря, выглядит как механика, звучит, шумит абсолютно так же, как и механика. Я это проверил, когда, скажем так, тестировал клавиатуру в игровом режиме, где-то вот здесь или дальше будет вставка, как непосредственно я производил те самые тесты. Что же касается вот тех клавиш, которые были в комплекте, возвращаясь к ним уже третий раз. Я не смог их сменить. Я бы с удовольствием показал, как это все выглядит на живом примере. Но вот прямо при вас сейчас постараюсь, например, отковырять F9 и, ну, не получается. То есть, как бы сильно я не старался, мне кажется, что, приложивая больше усилий, я просто-напросто сломаю эту клавишу. Возможно, необходимо разбирать и после этого, как-то доставать клавишу. Возможно, нужно ножом подкапываться. Но по стандартной системе, как мы работаем, например, с механикой, просто взять и выковырить клавишу руками у нас не получится. Кабель у нас в оплетке тканевый, что, конечно же, является преимуществом. Но нужно смотреть именно на разъемы крепления клавиатуры, то есть именно на этот разъем. Я думаю, что если вы будете активно пользоваться и если, скажем так, постоянно будете двигать клавиатуру с места на место, то нужно будет более внимательно относиться, потому что он может разноситься просто-напросто. Однако я не тестил клавиатуру долгое время, поэтому имейте в виду, что это лишь моя догадка на самом-то деле. Сам провод продолжается в оплетке из кабеля, полтора метра его длина и золоченый, озолоченный, золотистый, наконечник называйте, как хотите. И да, есть почти нормальный. Никакого дополнительного ПО нам устанавливать не нужно, то есть стандартно три цвета, регулируем яркость. Мы можем вообще убрать яркость, что, в принципе, тоже является определенным достоинством. Ну и пользуемся. Клавиатура, кстати говоря, не такая тяжелая по весу, но на столе она у меня лежит немножко, скажем так, непривычно. Каждой клавиатуре нужно привыкать, есть некоторые нюансы. Но сравнивая с вариантами за ее цену, я считаю, что аналогов на самом деле не так-то и много. А теперь бум, внимание, 1200 рублей. Это на самом деле круто, я считаю, и за вот эти деньги, в принципе, ничего другого нам и не купить. Особенно если говорим о таких вот игровых, ну или там подобно игровых вариантах. Кстати говоря, есть еще некоторые фишки в этой клавиатуре. Например, код на игру Star Conflict. Если кому надо, то вот код поставьте на паузу, можете пользоваться на здоровье. Переходим к мышке. Мышка вот так вот выглядит. Коробку я опять-таки распаковывал. В чем фишка? Если к стоимости клавиатуры я подходил постепенно, скажем так, готовил вас, и чтобы вы в конце поняли, что она стоит 1200 рублей, то мышке я сразу скажу, 465 рублей. Это очень круто, учитывая, что мышка позиционируется как игровая, ну либо опять подобно игровой, потому что у нас все-таки Defender это производитель не игровых девайзов, а все-таки для масс, то есть без каких-то фишек, но с типа неплохим качеством. Есть, конечно, тоже не до вопроса, но тем не менее именно к этим продуктам, ну лично у меня особо вопросов не возникло. В чем особенность? Во-первых, комплект поставки богатый, он реально богатый, как будто я купил мышку Razer. У меня в данный момент в пользовании мышка Razer Abuses, так вот при ее покупке как раз-таки был коврик в подарок. Вот там это была акция, а здесь типа это все на постоянке. Коробку, я думаю, можно сюда отложить, там тоже есть код, я чуть попозже вам его покажу, можете также использовать. Мышка выглядит вот так, я понимаю, что ее плохо видно, но где-то здесь я опять-таки вставлю видео, как я пользуюсь этой мышкой. Я специально не стал записывать какие-то долгие ролики, потому что не вижу в этом смысла по одной простой причине. Мышки клавиатуры нужно тестировать индивидуально. Кому-то Defender это ультра-топ техника за глаза, ну а кому-то, например, ну я уж не знаю, какие топовые производители клавиатуры, например, тот же самый, там, Corsair, Razer, Tessora, например, там, им просто не нравится, то есть им подавая какие-нибудь, ну, супер уникальные, эксклюзивные бренды и, соответственно, их товары. Ну да ладно, теперь мы говорим не о супер уникальность, мы все-таки говорим о этих вещах. Мышку пока отложу вот сюда, ее, конечно, будет не видно. Коврик. В комплекте коврик выглядит вот так. Выглядит, я не буду материться, потому что я не гопник, я скажу, выглядит на отстань, но, смотрите, какой он маленький, то есть, вот ладонь. Вот коврик. Ну, это, конечно, просто, скажем так, попытка как-то заполнить комплектацию. Мое мнение, его себестоимость рублей 8, но, тем не менее, хорошо, что он есть, и, может быть, если у кого-то нет коврика, то, да, это будет классный вариант. Однако, когда я сравнивал эту мышку со своей мышкой, опять-таки, от Razer, то на тканевом коврике все-таки мышка от Defender немножко плоховато скользит. Хотя, тестировал вот на этом коврике, блин, вполне себе неплохо она функционирует. Видимо, этот коврик и мышь создавались в одном тандеме, так почему-то я, смотря на мышь, думаю, что вот такой коврик, он как-то слишком дешево, что ли, выглядит, исходя из его размеров. Хотя, нужно смотреть по качеству, может быть, он и правда работает 10-летним, и потом еще вашим детям придет. Кто знает. Мышка-то, по сути, абсолютно аналогичная клавиатура, если мы говорим о качестве материалов и о проводе, кстати говоря, и клавиатура, и мышка пахнут Китаем, что не есть хорошо, но запах Китая все-таки, может быть, кому-то с Алиэкспресс уже начал нравиться. Все-таки мы никуда от этого не уходим. Китай начинает захватывать мир, и скоро у меня будет имя Цзэдун, или как-нибудь так. Ну ладно, неважно, это тупая шутка была. Продолжаем о мышке. Провод тканевый, позолоченный наконечник USB-шник, опять никаких доп. программных обеспечений устанавливать не нужно, все работает из коробки. Несколько цветов выглядят очень классно, похоже на Razer Chrome. То есть там есть Десадер, есть еще какие-то варианты, но я думаю, что дизайн все-таки оттуда с визом. Ну давайте я сделаю так, то есть вот мышка от Defender, и вот здесь эта мышка, та, о которой я говорю и какую я имею в виду. В принципе, опять-таки, нюансов никаких, ножки здесь я бы, конечно, лучше отодрал, хотя вот можете посмотреть, они тут и сами просят, чтобы их отодрали. Ну, ковырять не буду, но продолжу ковырять. Но тут как бы все отклеивается. Нужно, конечно, тоже понимать, что качества здесь за 500 рублей не будет, и уж особо много на самом деле. Но это прикольно. 500 рублей, 465 рублей за мышку, это не такие большие деньги. Я думаю, что часть из вас, кто меня смотрит, за 500 рублей могут пойти и покушать в каком-нибудь Макдональдсе, я не знаю, Бургер Кинге. Ну, где вы там любите кушать, когда у вас есть лишние 500 рублей. Тем не менее, покупая мышку, все-таки пользуетесь ей. Ну, я как думаю, по крайней мере, полгода, в лучшем случае год, и вот за этот срок эта мышка очень хороший вариант. Да, есть определенные вопросы, есть вопросы в целом к производителю, но мне нравится, как это выглядит. Я считаю, что из двух вариантов клавиатуры мышь, вот этот вариант, а правда на 100%. У клавиатуры есть вопросы в том плане, что и качество материалов, и в целом исполнение, и вот эти вот фишки с подсветкой, где подсветка у нас неравномерна. Я думаю, вы тоже могли заметить в ролике, это как бы не слишком-то и уж и хорошо. Но, тем не менее, если ищете именно игровой вариант в подарок своему ребенку, это классный вариант. Если ищете вариант себе за 1200 рублей, ну, посмотрите какой-нибудь вариант от других производителей, но не игрового форм-фактора. Все-таки вот за приставку игровой наберут деньги. Мое мнение, если бы Defender была без надписи Doomkeeper, или как там эта ерунда называется, клавиатура бы стоила 1000 рублей. И за эти деньги она просто была бы топ. И в верхних списках продаж. Ну, а так, неплохая клавиатура. И мы, кстати говоря, отлично. Ну, вот, в принципе, и все, что я вам хотел сегодня сказать. Как я говорил, код на War Thunder можете тоже ввести. И знаете, как будет, наверное, лучше? Если вы ввели какой-нибудь из промокодов, и, например, оба ввели, то напишите в комментариях, что промокод забрал, чтобы другие не тратили свое время, и не заходили на сайт в надежде получить что-то там. Т-26 премиальный танк и 500 золотых орлов. Я уж не знаю, не играл в эту игру, но, видимо, это что-то более-менее крутое. Но, видимо, не настолько стоящее, потому что все-таки было в комплекте с мышкой за 500 рублей. Ладно, тем не менее, на этом, я думаю, стоит подводить какие-то итоги. Свои мнения я озвучил. Мышка, да, классная, клавиатура прикольная, она не по мне. Весь комплект вышел, считайте, что оно в 1600 рублей. Ну, 1665 рублей, если быть точным. Это классно, это прикольно, особенно учитывая, что я брал цены с сайта Defender. Есть и другие магазины, продающие эти товары. Если у вас все это получится взять, например, за 1500 рублей, этот комплект будет просто оправдывать себя на все 200%. Да, есть определенные нюансы, да, есть несколько но, но за эти деньги мы получаем несколько спорный вариант. Мое мнение, что все-таки оно того стоит. Если заинтересовал вас, и вы захотели посмотреть и почитать этих товаров более подробно, переходите по ссылке, которую я оставил в описании к видео. Ставьте лайк, если видео понравилось. Новые идеи в комментарии. Я сильно жду от вас идеи, а не просто типа «ты топ в шубке» или какие-нибудь другие смешные штуки. Нет, на самом деле предлагайте идеи для роликов, это очень классно. И я считаю, что взаимодействие с подписчиками это прикольно, потому что они у меня не боты, а живые люди, да, у них всего лишь что. Ладно, спасибо, что посмотрели. И всем до встречи, всем пока. Спасибо.